Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. СБУ и МВД в борьбе за наследство Зеленского. Ростислав Ищенко на Ukraina.ru за 26 февраля 2021 года. Зеленского таки серьезно запугали. Запугали настолько, что он готов перманентно защищаться от всего мира. Не знаю, кто конкретно это сделал, но нет никаких сомнений, что дело не обошлось без ближайшего окружения, а также без СБУ. К таким выводам позволяет прийти события последней недели. Я пока не знаю, что будет главной темой рассмотрения на заседании СНБУ в пятницу. В Киеве говорят, что будут решать, что делать с Донбассом. Возможно. Но в прошлый раз накануне заседания СНБУ в Киеве ожидали, что будет нанесен удар по Коломойскому и Порошенко, а все ограничилось усилением давления на Медведчука. Пока что мы можем констатировать, что линии нагнетания напряженности в Донбассе и во взаимоотношениях Зеленского с олигархами развиваются параллельно, но они не пересекаются. В течение четверга в рамках противостояния Зеленской олигархи произошло два знаковых события. Во-первых, спецназ СБУ задержал сотрудников частной охраны фермы «Шторм», с которой ООО ПЗЖ договор на оказание услуг. Это событие можно рассматривать в рамках усиления давления на Медведчука, но думаю, что у него более широкий контекст. По началу Медведчуковские СМИ заявляли, что задержаны сотрудники партийного офиса, о том, что задержаны сотрудники «Шторма» сообщили про правительственное издание. Мотивировали это по-украински глупо. Якобы микроавтобус, в котором они находились во дворе офиса ООПЗЖ, проходит по полицейским ориентировкам. Вроде бы на похожем приезжали люди, которые стреляли в Голосеевском районе. Сразу возникает вопрос, если микроавтобус разыскивает полиция, то почему захват производит спецназ СБУ? Думаю, что ответ нам подскажет тот факт, что задержанных пассажиров микроавтобуса пытался спасти Илья Кива, лидер организации «Патриоты за жизнь», которую называют силовым крылом ООПЗЖ. Кива также известен своей близостью к ООПЗЖ. В Киеве никто не сомневается, что в ООПЗЖ он представляет именно ООПЗЖ, и что Медведчуку просто было сделано предложение, от которого он не мог отказаться. Почему и взял социалиста Кива в свой список. Слишком уж этот персонаж токсичен для потенциального избирателя ООПЗЖ. В свою очередь Аваков известен своей конкуренцией с СБУ за контроль над украинскими нацистскими объединениями. Аваков в этом отношении более успешен. Контролируя патриотов Белецкого и патриотов Кивы, он может пугать Зеленского одновременно атакой и с правого, и с левого фланга. Выборы 2019 года, на которых СБУ поддерживала Порошенко, а Аваков Зеленского, показали слабость нацистов, ориентированных на спецслужбу. Они уступали Аваковским не только численно, но и в плане харизмы. Самый яркий их лидер Карась и в подметке не годился тому же Белецкому. С той поры много воды утекло, и СБУ удачно раскрутило новый проект одесского убийцы Сергея Стерненко. Стерненко в последнее время успешно конкурирует с Белецким за звание самого популярного и узнаваемого нацистского бандита Украины. При этом Стерненко целый год говорил, что Аваков хочет его посадить, и Давича действительно получил приговор на 7 лет. Организованный СБУ нацистские манифестации в поддержку Стерненко полиция аккуратно разогнала. Похоже, что в случае с якобы атакой на офис ОПЗЖ мы видим ответный ход СБУ. Они берут сотрудников шторма, которые вполне могут параллельно состоять в патриотах за жизнь Кивы. Протестовать Авакову и его карманным нацистам сложно. Все происходит на фоне санкций против Медведчука и под лозунгом борьбы с Кремлевской пятой колонной. СБУ получает обменный фонд и может торговаться по поводу Стерненко, которого надо вытаскивать. Иначе ведь ему могут из-за убийства срок добавить, а там недолго и до потери психической устойчивости, после чего он может рассказать много нового и интересного о методах работы СБУ. Если же сотрудников шторма решат слить как расходный материал, СБУ постарается убедить их дать показания против Кивы патриотов за жизнь и ненавязчиво постарается вписать туда связи с полицией, чтобы скомпрометировать Авакова. Не знаю, был ли обыск в помещениях, связанных с Ренатом Ахметовым, как затеяливо выразился Сергей Лещенко, ответным ходом Авакова, или так совпало, слишком быстро все произошло. Но поводом послужил арест 25% пакета акций на автогазодобычи, которые принадлежат Николаю Рудьковскому. Рудьковский пытался работать табаке едва ли не при каждом украинском шерхане. Особым умом не отличался, поэтому постоянно попадал в какие-то неприятности. Даже в Россию умудрился получить двухлетний срок и штраф по уголовной статье за нападение на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Кстати, до Кивы Рудьковский успел побыть лидером тех же социалистов. Удар по Рудьковскому косвенно задевает Ахметова, чьим партнером по нафтогазодобыче де-факто является бывший социалист. Получается ведь, что партнерство с Ахметовым не гарантирует безопасность. Итак, офис президента СНБУ и СБУ давят у ПЗЖ Медведчука, с которыми через Киву связан Аваков. В то же время полиция обеспечивает посадку Стерненко, проект СБУ, а также обеспечивает косвенно через Рудиковского давление на сотрудничающего с Зеленским Ахметова. Налицо конфликт силовиков. Я уже писал, что Медведчук только первая ласточка санкционного процесса. За ним пойдут следующие олигархи. Альтернатива у них объединится в борьбе с Зеленским, но этого они не могут сделать по причине слишком острой конкуренции друг с другом и недооценки, исходящей от Зеленского опасности. Судорожные действия Зеленского явно вызваны смертельным испугом. Кто-то в СБУ, не Баканов, подготовил, а кто-то из приближенных Зеленского с соответствующим комментарием положил ему на стол материал, смертельно испугавший клоуна президента и подвигший его на перманентную самозащиту. Теперь его надо только грамотно направлять и можно добиться любых нужных решений. В результате конфликта с олигархатом Зеленский проигрывает в любом случае. Если олигархам удастся объединиться, в чем я лично сомневаюсь, они помножат президента на ноль с особым цинизмом и в извращенной форме. Если компания по раскулачиванию лучших людей страны придет к логическому завершению у бюрократического, в данном случае у силового, аппарата исчезнет противовес в виде могущественных финансово-политических группировок, контролирующих значительные территории страны, обладающих значительно большими финансовыми возможностями, чем государственная казна, контролирующих информационное пространство и способных мобилизовывать частные армии. Вполне сопоставимые с государственными силовыми структурами, но лучше обеспеченные и мотивированные. Силовики окажутся монополистами в украинской политике. При этом все преступления, необходимые для установления террористического правления, Зеленский и его слуги народа возьмут на себя. Президент обеспечит неконституционные репрессии при помощи СНБО, а слуги народа проведут через парламент законодательную базу, де-факто отменяющую любые конституционные гарантии. Дальше им не останется ничего, кроме как плясать под дудку всемогущих силовиков. Но точно так же, как олигарх на Украине должен стремиться к тому, чтобы остаться единственным олигархом, каждая силовая структура стремится стать главным распорядителем ресурса насилия. В этом случае материальных ценностей также не хватает на всех. Поэтому МВД и СБУ уже сейчас начали борьбу за первенство в украинской политике. Победивший будет объяснять Зеленскому, что надо делать и получать главные бонусы, а проигравший – выполнять грязную работу и, в перспективе, нести ответственность за преступления режима. Как только новая система окончательно укрепится, можно и Зеленского поменять. На его место вполне может прийти тот, кто его сейчас пугает. Что же касается Донбасса, то он является составной частью системы запугивания. Без него сложно пристегнуть к этому делу российское вторжение. В принципе, украинские силовики не заинтересованы в очередном витке боевых действий. Неизвестно, что будет с налаженными контрабандными потоками через линию разграничения, а это очень большие для украинских реалий деньги. Но интересы внутренней политики диктуют действия, предпринимаемые на внешнем контуре. Необходимость поддерживать напряженность внутри страны, а также понуждать Зеленского ко все более радикальным действиям, требует радикализации обстановки и в Донбассе. Не исключено, что в какой-то момент, причем не такой уж далекий, ситуация выйдет из-под контроля. Но с точки зрения украинских силовиков, игра стоит свеч. Американцам же вообще все равно, кто кого и как будет пожирать на Украине. Они открыто вмешиваться не будут. Ростислав Ищенко. СБУ и МВД в борьбе за наследство Зеленского.